Аркадий Аверченко Люди, близкие к населению Читает Екатерина Маловичко Его превосходительство откинулось на спинку удобного кресла и сказала разнеженным голосом Ах, вы знаете, какая прелесть это искусство! Вот на днях я был в Эрмитаже Такие есть там картинки, что пальчики оближешь Рубинсы разные, тенерсы, голландцы и прочее в этом роде Секретарь подумал и сказал Да, живопись — приятное времяпрепровождение Что живопись? А музыка? Слушаешь какую-нибудь ораторию и кажется тебе, что в небесах плаваешь Возьмите Гуно, например, Берлиоза, Верди, да мало ли Гуно — хороший композитор, подтвердил секретарь Вообще музыка — увлекательное занятие А поэзия? Стихи возьмите! Что может быть возвышеннее? Я помню чудное мгновение Передо мной явилась ты И я понял в одно мгновение Ну, дальше я не помню, но, в общем, хорошо Да, стихи чрезвычайно приятны и освежительны для ума О науке совсем разнежесть прошептало его превосходительство Климатология, техника, гидрография Я прямо удивляюсь, отчего у нас так мало открытий в области науки А также почти не слышно о художниках, музыкантах и поэтах Они есть ваше превосходительство, но гибнут в безвестности Надо их открывать и, как это говорится, вытаскивать за уши на свет Божий Некому поручить ваше превосходительство Как некому? Надо поручить тем, кто стоит ближе к населению Кто у нас стоит ближе всех к населению? Полиция, ваше превосходительство И прекрасно, это как раз по нашему департаменту Пусть ищут, пусть шарят Мы поставим искусство так высоко, что у него голова закружится О, какая чудесная мысль, ваше превосходительство Вы будете вторым Фуке Почему вторым? Я могу быть и первым Первый уже был, при Людовике XIV При нем, благодаря ему, расцветали Лафонтен, Мольер и другие А-а, приятно, приятно Так вы распорядитесь циркулярчиком Губернатор пожевал губами Впал в глубокую задумчивость И затем еще раз перечитал полученную бумагу 2 февраля 1916 года Второе дело производства департамента Принимая во внимание близость полиции к населению Особенно в сельских местностях Позволяющей ей точно знать все там происходящее И заслуживающей быть отмеченным Прошу, ваше превосходительство Поручить чинам подведомственной вам полиции В случае каких-либо открытий и изобретений Проявленного тем или иным лицом творчества Или сделанных кем-либо ценных наблюдений Будет ли то в области сельского хозяйства или технологии Поэзии, живописи или музыки Техники в широком смысле или климатологии Немедленно доводить о том до вашего сведения И затем по проверке представленных вам сведений Особенно заслуживающих действительного внимания Сообщать безотлагательно в Министерство внутренних дел По департаменту полиции Очнулся Позвать Илью Ильича Здравствуйте, Илья Ильич Я тут получил одно предписаннице Узнавать, кто из населения занимается живописью, музыкой, поэзией Или вообще какой-нибудь климатологии И по выяснению лиц, занимающихся означенными предметами Сообщать об этом в департамент полиции Так уж, пожалуйста, дайте ход этому распоряжению Слушаюсь Илья Ильич, вы вызывали исправника Он ожидает приемный Ага, зовите его Здравствуйте Вот что, мой дорогой Тут получилось предписание разыскивать Кто из жителей вашего района Занимается поэзией, музыкой, живописью, вообще художествами А также климатологией И по разыскании, выяснению их знания и прочего Сообщать об этом нам Понимаете? Еще бы не понять Будьте покойны, не скроются Становые пристава все в сборе? Все ваше высокородие И исправник вышел к приставам И произнес им такую речь До сведения департамента дошло Что некоторые лица подведомственных вам районов Занимаются живописью, музыкой, климатологией И прочими художествами Предлагаю вам, господа, таковых лиц Обнаруживать и по снятии с них показаний Сообщать о результатах в установленном порядке Прошу это распоряжение передать урядникам Для сведения и исполнения Робко переступая затекшими ногами в тяжелых сапогах Слушали урядники четкую речь Станового пристава Ребята, до сведения начальства дошло Что тут некоторые из населения занимаются художеством Музыкой, пением и климатологией Предписываю вам обнаруживать виновных И по выяснению их художеств Направлять в стан Предупреждаю, дело очень серьезное И потому никаких послаблений и смягчений не должно быть Поняли? Поняли, ваше благородие Они у нас почешутся Всех переловим Ну вот то-то Ступайте Ты, Иван Косолапов Я, господин урядник На гармонии, говорят, играешь Это мы с нашим вдовольствием А, с вдовольствием Вот же тебе, паршивец Господин урядник, за что же? Нечто уж и на гармонии нельзя Вот ты меня узнаешь Вдовольствие Я в вас, мерзавцев, всех обнаружу Ты у меня заиграешь А климатологией занимаешься? Что вы, господин урядник? Нечто возможно Мы, слава богу, тоже не без понятия А кто же у нас тут климатологией занимается? Надо быть, Игнашка кривой к этому делу причинен Не то он конократ Не то это самое Взять кривого А тебя, Косолапов, буду держать до тех пор Пока всех сообщников не покажешь Ты кривой? Так точно Климатологией занимался? Зачем мне? Слава богу, жена есть, детки Нечего прикидываться Я вас всех дьяволов переловлю Песни пел? Так не что я один На лугу-то за прошлое воскресенье все пели Петрушака Кандыба Фома Хряк Хромой Елизар Дядь Митяй да дядь Петряй Стой, не трахти Дай записать Эка, сколько народу набирается Куда его сажать? Ума не приложу Через две недели Во второе дело производства департамента полиции Стали поступать из провинции донесения Согласно циркуляра От 2 февраля Лица, виновные в пении живописи климатологии Обнаружены, затем после некоторого запирательства Изобличены и в настоящее время Состоят под стражей Впредь до вашего распоряжения Второй Фуке мирно спал И грезилось ему Что второй Лафонтен читал ему свои басни А второй Мольер разыгрывал перед ним проделки Скопена А Лафонтены и Мольеры Сидя по холодным и кардегарде Необъятной матери России Закаивались так прочно Как только может закаяться Простой русский человек Субтитры создавал DimaTorzok